В стратегии построения красивого телосложения одним из постулатов являлось то, что современная фитнес-индустрия лжива. Стироби плюс агрессивный воркестин рулит. Однако до конца 50-х не было ни первого, ни второго. И значит мы можем с уверенностью рассматривать успешный опыт, не боясь, что нас обманут. Не менее важным для нас является также тот факт, что атлеты всех времен не походили на современных фриков. С помоста Олимпии героев прошлого отличали широкие плечи, узкая талия, прорисованный пресс, стройные мускулистые ноги, практически греческий идеал, тело воинов, а иногда даже и греческих богов. Вы хотите себя видеть такими или вам больше нравится образ современного культуриста с пузом, чрезмерно раздутыми мышцами и огромными непропорциональными ляжками, которые у них считаются сейчас как раз пропорциями? Атлеты до стероидной эпохи в тренировках делали акцент на развитие силы. Дело в том, что изначально эти ребята были цирковыми артистами. Они выполняли тяжелоатлетические движения, плюс силовые трюки, поражали людей своими мышцами. Только потом это все вылилось в разные виды спорта, борьба, тяжелая атлетика, бодибилдинг. Чем больше проходит времени, тем дальше эти дисциплины друг от друга. Хотя до сих пор есть представители старой школы, которые как минимум в тренировках объединяют тяжелоатлетические и бодибилдерские методики. Так вот, эти люди из прошлого достаточно четко для себя уяснили. Чем ты сильнее, тем лучше выглядит твоя мускулатура. Без всяких ученых и масштабных исследований. Только практика и опыт. Атлеты прошлого заморачивались на поднятии веса. Но точно так же эмпирическим путем. Они установили, что если постоянно, брать максимум на один раз. Первое. Технически сложно прогрессировать на каждой тренировке. Второе. Мышцы слабо поддаются гипертрофии. Это во многом вследствие пункта 1. Таким образом появилась система подходов и повторений. Которой мы пользуемся до сих пор. Только современный стероидный бодибилдинг развил эту технику до невероятных объемов. Этих самых подходов и повторений на каждую группу мощств в прошлом было не так. Тогда атлеты выполняли в среднем по 2-3 подхода. Не считая разминочных. Из 4-8 повторений. Часто упоминается схема 3 на 5. Некоторые называют ее 5 по 5. Но там включены два разминочных подхода. С более легким весом. Нам на самом деле не так важно четкое количество. Но важно четко понимать, что они делали. Небольшое количество подходов с относительно небольшим количеством повторений. Однако с большим весом. Так как вес был действительным критерием силы. Сила была причиной роста мышц. И остается по сей день. То тяжесть штанги, так сказать, определяла. Любая тренировка это боль. Преодоление. Стресс. Вот атлеты прошлого нашли ответ. День отдыха между силовыми тренировками. Современные атлеты нашли другой путь. Стероиды. И многие даже не понимают, что именно они, а не какой-то там хитровыдуманный сплит. Позволяют им часами зависать в зале и прогрессировать. Понравилось видео? Ставь лайк. Подпишись на канал. Всем мир. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok